Прожектор рептилоидов. Выпуск у нас за номером 99. Это уже практически юбилей, но в любом случае рекорд. И это финал второго года вещания, уже вот ровно два года, почти круглое число. И с продолжим в том же духе в следующем году будет сотый выпуск. Кроме того, я там посмотрел, оказывается, уже подходит 10 лет первому каналу. Он как раз в районе 2013 года был создан. Соответственно, можно говорить, что уже 10 лет блогерства за плечами, так сказать. Так что двойной юбилей подходит. И это круто. Рад вас всех видеть. Если кто-то смотрит самого первого ролика, первых видео, и в целом с того еще канала, то мне двойне приятно. Новичков я тоже рад видеть. Сегодня идем на рекорд. Поэтому классно. Ну и плюс предновогоднее настроение такое. Конечно, суматоха, наверное, у вас тоже бывает. Подготовка, готовка, уборка. Все елки достали, надеюсь, уже. Нарядили. Но пока не удалось почилить, возможно, завтра получится. Но это тоже не точно. Может быть, почилить получится там первое число или какого. Пока какая-то такая предпраздничная суматоха. Ну что же. Какое-то еще вступительное слово хотите сказать или будем переходить к новостям? Покажи, проф, какого хрена мы старались с Серегой, по крайней мере. Да. Но это мы уже перейдем к новостям тогда. Правильно? Ну, пропустить нельзя, надо обсудить обязательно. Яйца будем обсуждать? Обязательно. Чаи? Куриные. Ну, как оно? Что там, сядь? Ну, что там? Что с яйцами, да? Правда ли, что дорожают? Но вообще, к любым праздникам они дорожают. Просто они обратно падать не будут. Все дорожает. То есть, все. Народ, я что-то никак не могу понять. Значит, ну, уже год эта кухня, да? Просто цены разгоняют не сразу, а нашими отдельными группами товаров. Я про это уже, естественно, сколько говорил, да? Что, ну, это, по сути, не цены растут. Это экономика падает, и людей потихонечку обувают. Это не только у нас. Ну, причем у нас не так сильно еще, как во многих местах, да? Ну, спокойнее всего пока в Штатах, да? Ну, понятно. Жир, жира накопили много. Могут. Ну, и у них уже пошла инфляция там до 8%. Вот. Народ каждый раз удивляется, чего так подорожало? Ну, потому что, блин, все сдувают, все пузыри сдувают, экономика охлаждается. У вас немножечко это обувает. Ну, потому что, если, допустим, два варианта, да, как немножко залезть в карман гражданину. Урезать зарплату, да, или поднять цены на товары. Если урезать зарплату, сразу бунты пойдут. А так зарплата растет, причем группами товаров, обратите внимание, да? Незаметненько так. Вот, с одной стороны, это этим хорошо показывать инфляцию низкую, да? Ну, то есть, сегодня мы померили одну группу товаров, да? На которую цена не изменилась. А завтра другую. А там теперь, да, в той корзине изменилась цена, а в этой нет. И как будто бы ничего не растет. Ну, они не врут почему. Они просто очень избирательно так, да, картинку показывают. А ты-то голосуешь кошельком, и мимо не пройдешь. У тебя тут сегодня один товар подрожрал, завтра девочка, послезавтра колбаса, ну и так далее. Просто начинают, да, охлаждать экономику. Средний класс потихонечку тает. Да, охлаждение, вот как это называется. Так, давайте сейчас, секундочку, техническая пауза. Так, Бэтмен, там разберись со звуком. У тебя вначале какие-то посторонние звуки валятся. С микрофоном разберись там. Пожалуйста. Все, я снова включаю. Так, значит, диван закинул 500Р. Пишет, всем местным респект ос. Ну, видимо, диван, это старый зритель. Приятно, благодарю. Спасибо. И еще и с покрытием комиссии. Ну, вообще, красавчик. Диван сегодня. Молодец, открывает стрим. А вот про то, что избирательно это Сергей Вернов подметил. Мало того, что инфляция идет, но она вот так вот крадется в разные эти. И она еще с таким запозданием на некоторые группы товаров приходит. Например, в форматере находится где-то у нас... В общем, ценник сначала растет на продукты питания, потом дальше на все остальное догоняет. И вот сейчас мы видим, что опять это происходит. И, скорее всего, после Нового года там будет на все остальное тоже дороже. Уже проще покупать какую-то вещь. Там, не знаю, штаны или там шкаф. Чем сходить куда-то, когда кофе попить. Потому что ценник уже плюс-минус одинаковый. А вот что мы будем делать после, когда бабки закончатся? Я уже начинаю думать про праноедение. Потому что как-то вообще что-то... Я добавлю, что после января скорее всего будет, если будет, то чуть-чуть. А вот после февраля, а у нас выборы в марте, да, там, можем ожидать уже такого отпуска цен. Потому что пока до сих пор там очень много держится на такой политической воле, да. Но долго удерживать там предприятия невозможно, да. Надо или денег им давать, да. Или... Ну, маузером долго не запугаешь. Поэтому я думаю, что после выборов ситуация, ну, сильно изменится. В худшую сторону, естественно. Вот. До конца февраля мы как-то еще доедем. А вот потом, скорее всего, отпустят. Я думаю, что там и бакс отпустят еще. Где-нибудь до 150, по моим оценкам. Вот. Пока, короче, мы в режиме такого ручного сдерживания. Чтобы народ не злить. Меня, знаете, что, пацаны, даже не столько даже рост цен раздражает, сколько то, что они в упаковку меньше продукта кладут. Вот молоко меня больше всего напрягает. Молоко. 900 миллилитров. Нахера мне 900 миллилитров, если мне нужно либо пол-литра, либо литр. Вы мне налили 900. Или там, хочу полтора литра. Мне наливают литр 400. Что я буду делать с литром 400, если мне под протеин пол-литра на... Надо еще за одним пакетом бежать. Я думаю, надо писать производителю протеина. Пусть тоже снижает. Да, упаковки меньше делают. А то большие банки. Пожрал весь протеин. Есть еще шутка. Что подорожало раньше, курица или яйцо? И есть ответ. Курица, потому что в начале, опять же, глобалисты сокращают поголовье несушек. Курицы всяким там страшным болеют. Их там уничтожают. Или даже есть уже сведения, что уничтожают тех, которые, возможно, могут заболеть. То есть сокращают поголовье, а потом уже и яиц меньше становятся. То есть тут ответ на философский вопрос есть. Костя, хочу добавить вот твоим несушкам. Если раньше они уничтожали животных, которые подозревали в том, что они болеют. То есть даже не болели. То, что болели, это еще раньше было. Потом подозревают и тоже уничтожали. И курей, и свиней, и других животных. А сейчас уже по Европе было уничтожено дофига, большое количество кур. Вот была недавно новость. Их уничтожили вообще даже без подозрения. Подозрения, нос, идеи, типа профилактики, чтобы они не заболели. Представляете, вообще масштаб бреда происходящего. А чтобы они не заболели, мы их всех уничтожим. А потом внезапно и цены растут почему-то на курицу. То же самое и сейчас с коровами они уничтожают. Например, в Ирландии они отнекивались, что они не будут уничтожать коров. А потом оказалось, что они уже давно подписали какой-то договор. И сейчас будут уничтожать минимум 200 тысяч коров. И так по всем странам. В Китае сейчас тоже внесли какую-то директиву. И там сейчас фермеры не имеют права тоже кури выращивать. Их тоже там наказывают за это. Если у тебя нет какого-то специального лицензии, специального разрешения. Короче, такая дичь творится именно по еде. Мне лично очевидно, что они как будто специально планируют этот голод. А теперь вспоминаем, чуваки, как я говорил, про зачем ехать в деревню. Просто пять лет назад это выглядело как бред. А сегодня это вот оно, пожалуйста. Завтра мясо там в магазине. А не запретят? Крестьян так, а куда они денут? А как ты за ними? Ну как за мной ты можешь гоняться? Я там в лесу где-то один сижу. Не запретят тебе? Я не сверкаю. Ну ко мне вот если ты специально не приедешь, ты этого ничего не увидишь. Птицефабрику ты не скроешь. Там миллионные обороты. Завтра на все куриным пометом. Постоянно жалобы из деревни. И ты такой серьезный налоговый агент. Мимо тебя не пройдешь. Ты на учете там соответственно в министерстве. А крестьяне-то что ты сделаешь? Может кому-нибудь там парочку прихлопнуть просто вот для... Ну чтобы наш тренд поддержать. Но в целом ну не будет. Это же чудовники. Чтобы он там сел, куда-то поехал в деревню искать что-то. Он за это ни погон не получит, ни денег, ничего. Ну и зачем ему это? Нет, с крестьянами могут легко так же сделать такую же шляпу, как и раньше. Например, с полдовыми деревьями. Облагать дополнительным налогом драконовским. Там всякие там местные стукачей, которые друг на друга будут доносы пилить. И в результате все это закрутят. То есть здесь вариант какого-то фермерства вне деревни. Ну если захотят, да. Так они вроде бы и хотят. Если они хотят, чтобы городские жители стали такими непонятными вегано-насекомодиадными. А сельские жируют на мясе, на молоке и на яйцах. Это как-то странно будет выглядеть. Тогда же потянется цепочка, опять же, села. Смотри, когда начиналась Великая депрессия в Штатах и коллективизация в СССР, тогда процент городского населения был всего около 30, в Штатах, по-моему, 50%. И когда там, грубо говоря, город задушили, да, немножко, то фермеры просто назад кинулись, да, там, грубо говоря, там свои урожаи там сожгли. Но им на жизнь осталось. Там, конечно, и разорилось многое, но в целом было куда возвращаться. Сегодня 80% народу. Да даже если вот этих, ну, оставшихся 20, они тебе погоды не сделают. А горожан ты в село не выгонишь. Их придется кормить. Просто их никто уже не будет кормить стейками. Вот. Это просто, ну, экономика не вытащит. С пенсионерами то же самое, да, когда там пенсионные, ну, пенсию вводили в СССР, тогда было, по-моему, если не ошибаюсь, 12 рабочих на одного пенсионера. Сегодня у нас практически один к одному. То есть надо государству расчехляться, доставать из налогов, да, из акцизов и пошлин там нефтяных, чтобы кормить пенсионеров. Вот. Еще тут сюда лягут голодные безработные горожане. Вот в чем смысл. Смысл не задушить всех, а смысл прокормить как-то вот эту орду, которая, ну, нечего жрать. Смысл вообще натравить одних на других. Городских на сельских, сельских на городских. Ну, Костя, это уже такое нагнетание тоже. Ну, вот эти рассуждения, они строятся от аналитики текущих событий. Мы же не видим и не знаем точно, какая конечная цель. Видимо, возможно, я предполагаю, что у них цель в утилизации какой-то части населения. Кто-то считает, что очень-очень значительные части. И при таком вот негативном раскладе, ну, это может, как и угодно, наоборот, принять. Вот, кстати, комментарий от зрителя. Он пишет, за крестьянами... А, нет. Это про дроны какие-то? Нет, шляпа. Вот другой коммент мне понравился больше. Про... Так, сейчас, минутку, где это было-то? А, вот. У меня дедов в 30-е годы очень легко раскулачили. И вот это верное замечание. То есть, мы находимся в локации, в которой у чиновников есть исторический опыт. Может, даже кто-то из того периода еще дожил. Ну, вряд ли, но возможно. Или, как минимум, сынишку своего обучил, премудростям, да, как это все происходит. То есть, здесь отработана есть метода, и ее уже проверили. Если в других странах ее не проверяют, то здесь уже вот она применялась. Так что, как бы, оптимизм, Сергей, мне нравится в этом вопросе, но я что-то вот не чувствую, что крестьяне будут как-то там защищены от вот жести, которую двигают сейчас на всех. Может быть, какой-то там отшельник на отшибе? Ну, так это вообще, как бы, вариант не для всех. Ну, во-первых, нельзя переносить исторический опыт впрямую, да, потому что все-таки в 30-х была абсолютно другая ситуация. Абсолютно. Вот. Там надо было внедрять колхозы, там надо было кормить солдат, да. Страна там одна развалилась, вторая еще не народилась. Там очень было сложно все. Во-вторых, давайте вспомним, кто такие кулаки, да. Вот. Кулак – это явление, появившееся после реформ Столыпина. Это чуваки, которые, ну, условно говоря, такие микрокредитные организации. Их что, зря называли мироед, да, там, и пытались там есть при возможности придушить где-нибудь. Вот. То есть, это надо анализировать, чтобы вот так вот легко жонглировать вот этими, да, параметрами, это надо анализировать. Вот. Я не согласен с прямым сравнением. Вот. И я не верю, вот, никак ты меня не убедишь, да, там, никто меня не убедит, что вот там наверху, по крайней мере, в России собрались вот люди, значит, такие, которые вот это кровь детей пьют и мечтают всех убить. Если бы они мечтали реально всех убить, им даже делать ничего не надо. Просто отпустить все на самотек, тут бандиты сами все вырежут, люди друг друга перестреляют. Просто убери полицейских с улицы, и все, у тебя там через месяц люди закончатся. Так, наоборот, лучше будет, возможно, чем сейчас. Да, конечно. Погоди, погоди, Серега, Серега, я хочу тебе ответить быстренько, можно? Был на Украине, я не помню, сколько лет назад, случилось такое, что исчезла вся дорожная полиция. Ну, ее распустили, она перестала функционировать, исполнять свои обязанности, и на дорогах вообще не было полиции. Как ты думаешь, случились ли какие-то коллапсы на дорогах, какой-то хаос, беспредел и все остальное? Дорожная полиция, это чуть-чуть другое. Говорите про полицию, которая вот гражданская. Вот почитай опыт Канады, да, у них дважды было, по-моему, 68-й год и 70-й какой-то еще, я вот не помню. Там реально в Арафаломеевской ночь была. Полиция забастовала, потребовала себе повышение зарплаты, и они один день не вышли на работу. Вот к 12 город горел, а к ночи ввели войска в город. Так это же специально было организовано, как БЛМ, это же то же самое. Самая прополучная страна. Погодите, это так. Серега, это благовоспитанные христиане, это лучшая благополучная страна, где самое страшное преступление, это, значит, кто-то украл велосипед, потом оказалось, что его просто там забыли в гараже. Серега, так всегда будет на первом этапе. Погоди, на первом этапе так всегда будет. Вот вспомни, как было еще в той же Америке ранней, там, где не было полицейских, 10 полицейских на 100 человек. Люди просто отвечали за свой базар, люди были более культурными. Каждый человек понимал, что он может словить пулю, что он будет отвечать за то, что он накосячит. То же самое и с полицией. Если она исчезнет, безусловно, прямо сейчас народу высыпят много беспредельщиков, там будут громить магазины, и какое-то время будет хаос. Но это только какое-то время, пока народ не самоорганизуется, пока народ не начнет принимать ответственность за свои действия, пока люди сами не начнут быть законом для других. И все, и оно самоурегулируется. Я вот хотел еще добавить по поводу еды. Как ты думаешь, что власть на столе самоорганизоваться? Потому что если... Понятно, что не поздно. Это будет новая власть, старая тебе уже будет не нужна. Зачем? Короче, я хочу добавить по поводу еды, пока не забыл. Я смотрел, недавно посмотрел, все-таки заставил себя Аквамен 2. И что я там обнаружил? Вы не поверите. Там весь фильм красной линии тянется, что люди виноваты в том, что все умирают, то, что там в морях кто-то умирает, что мы СО2 там выбрасываем, и, короче, чуть ли не конец света. А коровы виноваты? Коровы. Не-не, они все на людей, без коров пока. Но прикол в другом, смотрите. И параллельно с СО2, там в фильме есть такой... Кадр, сценка такая небольшая, где Аквамен предлагает своему брату скушать таракана, типа, это вкусно. И тот кушает. И ему, типа, да, ему, типа, ну, ему заебись. Он не заметил, что этот таракан невкусный. А потом в конце фильма, типа, после фильма уже, он взял, словил сам специально тараканы и поставил себе в гамбургер и съел с удовольствием. Как нас программируют! Это вообще такая открытая прошивка. Я вообще угораю. Они реально людей держат за тупую, за тупых биороботов, которых достаточно попрошивать и все. И они будут кушать и тараканов, и насекомых, и что угодно. Тут, Виталий, знаешь, ну, всегда прошивали, да? Но, обрати внимание, что поменялось с тех пор, да? Ну, допустим, со времен, не знаю, Геббельса, да? Я раньше думал, что это, ну, типа, короче, а хер ли придумывать и так сожрут. И уже, значит, перестали создавать какую-то легенду такую сложную, да? Такую плохо проверяемую. Просто наляпали говна там, знаешь, вперед. Я думал, это, знаешь, наверху расслабились чуваки. А потом до меня дошло, что это же люди отупели. Вот они, знаешь, как вот бабские сериалы мексиканские. Там, знаешь, вот если негодяй, он должен быть просто мерзавец, знаешь. Чтобы домохозяйка не задумывалась там, ей не надо было решать, плохой или хороший. Он настолько отвратительный чувак, что просто вот ей понятно, вот этот плохой. А хорошая баба, она настолько должна быть терпилой, чтобы прям аж домохозяйка вот кипела за нее, да? Очень выпуклые такие черно-белые, короче. То есть это не наверху чуваки отупели, это мы отупели. Это нам сложные темы не заходят. Ну, в смысле, не нам, а людям снизу. И они вынуждены делать вот такое говно на коленке, потому что чуть более усложнишь, никто не поймет, что ты им хочешь сказать. Но при этом в белом солнце пустыни Абдулла всем женщинам нравился. Так я тебе уверяю, полстраны, ну там пол России, пол Украины, и сегодня Абдулла очень нравится. Там турецкий Абдулла, да, какой-нибудь горский Абдулла. Да, в них очень много мужского. Хотя вот, значит, может быть, сейчас у кого-то жопа заплыхает. Но я тебе могу сказать, что вот это лучший обращает мужчина. В смысле, для многих женщин. Потому что он очень такой натуральный животный. Так, Илья закинул 555. Благодарю. Пишет. Доброго дня. Есть предложение для стримов на следующий год. Переслушиваю стримы 5-6-летней давности. Темы актуальны и сейчас. Может рассмотреть эти же вопросы, но уже с высоты прожитых лет. Заранее благодарю. С Новым годом и Рождеством. Спасибо. Спасибо за поздравления и за донат. Значит, насчет прожитых лет и высоты. Конечно, да, там накапливается какая-то статистика и все такое. Но не вся информация конвертирована в мудрость. Поэтому некоторые вопросы сложно пересматривать. В принципе, что-то, наверное, да. Но в целом на многие темы пока аппетит не нагулен еще. Ну, посмотрим, в общем. Насчет старых эфиров. Также хотел отметить, что там вот по просьбе зрителя одного я добавил олдскульные вот эти вот староформатные эфиры, которые были, ну, скажем так, с таким около РНТВ форматом, где был там и трэш, и юмор, или просто сомнительные какие-то спикеры, которые дичь и сакую двигали. Вот. Но иногда там и годнота. Но тоже пропорция этой годноты, она такая плавающая, нестабильная. И вот эти старые эфиры, они доступны для просмотра, для подписчиков на Boosty. Первую часть я залил. Вот сейчас после эфира постараюсь еще второй добавить. Потом посмотрим, может, там еще больше получится. Но там довольно много, да. Значительная часть, она уже совершенно исчезла, но что-то вот откапывать получилось у меня. И может, еще получится. Мне кажется, идея, вот, с ретро, так сказать, ну, с анализом, да, вот, прогнозов, она клевая. Она, конечно, сложная. Это же надо заново пересмотреть сюда, там, самому. Вот. Но мне кажется, этого сегодня прям очень не хватает. Потому что такая новостная повестка, она, она вот именно, ну, именно новостная. То есть, есть в мозгу определенная, там, система, да, которая реагирует на новости. Вот. Она для чего была, там, придумана эволюцией, да, для того, чтобы, там, ну, какая-нибудь деревня, там, мирно, там, все существует. Тут кто-то сбегает с поля, говорит, тигр, тигр. И все такие, хыч, мобилизовались моментально, без анализа. Подхватали, там, ружья, значит, там, все. И убежали. Ну, постояли, постояли, тигр, нет, фух, все выдохнули. Это такая стрессовая мобилизация. Вот. А если, то есть, постоянно на нее давить, да, как сейчас вот новости идут, ты постоянно находишься в этом стрессе, и у тебя не работают ни осмысления, ни осознания, ничего. Потому что так придумана природа, что в это время все лишние ресурсы отключились, и ты был только готов к драке. И вот сегодня вся новостная лента, она такая. Посмотри, да, сколько вот, типа, поймали преступника, и все такие, да, да, ждем, когда его посадят. Уже через два дня, там, все забыли, потому что появился новый преступник. А этот преступник, которого поймали, его через два дня выпустили. Под залогом. Да неважно, диаспора отмазала, там, значит, там, прокурор отмазал. А вот интересно было бы как раз вот, ну, отслеживать такие, да, события. Вот. Но это ломает, как бы, систему промывки мозга. Это можно делать, можно делать, что это запретят, но, скорее всего, ну, это надо будет делать абсолютно на добровольных началах. А это мало кому интересно. Сереж, пока ты далеко не ушел по поводу промывки мозга, я хотел добавить по поводу пропаганды современной и в прошлом. Вот ты сказал такую фразу, что сейчас люди тупее, чем раньше. Я вот хотел тебе сказать, что я в этом в корне не согласен. Я смотрел на людей в прошлом и вообще все ученые, можно так сказать, кто разбирал этот вопрос, они также говорят, в прошлом люди были намного, намного наивнее, чем сейчас. Безусловно, они взрослели раньше, они были более социализированные, сейчас люди более инфантильные. Но, говоря про наивность и про интеллект, нет. В прошлом были намного тупее, намного наивнее и намного глупее. Это касалось всех слоев, даже включая и высшие слои. А что поменялось? Почему сейчас люди как будто легче верят тому, что происходит в мире и легче ведутся? А поменялось методы пропаганды. Если раньше пропаганда была откуда? С газет, через сарафанное радио, через какие-то указы и тому подобное. То есть сейчас пропаганда нальется 24 на 7 с телевизора, с социальных сетей, с каналов различных. Поэтому нельзя сравнивать масштабно отнятение. Это отчасти то, о чем я говорил. Что если давить все время на вот эту основную подсистему, у тебя сознание не включится. Потому что все время в состоянии мобилизации под адреналином и чуть-чуть откаты иногда под кортизолом. Депрессия сваливает. Тут я с тобой согласен. А вот по поводу тупее, все-таки я где-то, может быть, в целом, если брать отдельно каждого взятого, интеллект, может быть, и повысился. Но исчезли, сильно-сильно снизились пики. Гениальные люди. Возьми, допустим, инженер 19 века. Инженер Эйфель. Он там понастроил и башню, и мосты там просто невероятно. Один. А сегодня инженер – это слово такое уже, знаешь, как менеджер. Оно такое дискредитировало себя само. То же самое там с политикой. Посмотрите, какие вожди были. Рузвель, Черчилль, Сталин. И сейчас там Макрон. Ну, что это такое? Зеленский. То есть, в целом, есть вот эта такая деградация пиков развития. Вот. Но я даже не об этом говорил. То есть, я не очень удачно, может, сказал, что все отупели. Все отупели именно в плане, ну, в общем, притупилось критическое мышление. Потому что, допустим, вот такая пропаганда, где все шито белыми нитками, она на человека с критическим мышлением не работает. Там все просто будут ухмыляться в усы. Типа, вы что пытаетесь, да, чуваки, вы зачем это делаете? Ну, потому что всем все видно. Раньше пришло, приходилось придумывать какие-то сложные легенды. А сейчас не надо. Сейчас, наоборот, усложнение, оно, ну, как бы, люди не поймут. Это системный вопрос. Кстати, вот Илон Маск. Это мое мнение. Поздравляет с Новым годом. Спасибо ему. Тут много факторов, действительно. Собственно. А падение тестостерона можно еще выделить, что вот люди такие обабились все. Там, по-моему, в два раза минимум мужчин средний фон уменьшился. И понятно, что никто сопротивляться особо не хочет. И никак ответа не дает. Приспосабливается. Далее в комфорте лучше и гораздо приятнее находиться, чем в конфликте в каком-то. Ну, и опять-таки эти ребятки, все вот эти упыри, они прежде всего опираются на силовые ресурсы. У них как бы продумано все. А дальше уже идут всякие ментальные и прочие. Пропаганда, она уже следующим прицепом идет. То есть, можно что-то понимать, можно что-то не понимать. Но даже если ты что-то понял, ты как бы, ну, максимум, что можно, ты где-то с кем-то обсудить что-то это. Но при этом даже это уже становится запрещено. Поэтому здесь просто нет решения. Они откладывают со всех сторон. И, ну, как бы, и жмут, и жмут, и жмут. И здесь из позитивных только можно надеяться на какое-то, не знаю, на какой-то чудесный замысел, да, благородный всех этих ребят. Но я вот склоняюсь к тому, что вот эта вот версия про добрых там всяких иллюминатов и прочих, которые все это мутят для полуспасения там человечества или чего-то такого. Ну, это больше все на сказки, конечно, похоже. Вот. Но, тем не менее, я, знаете, как на это все смотрю, я не вижу решения, но я считаю, что оно все-таки есть. Вот. То есть, очевидно, реальность больше, чем мое понимание. Поэтому то, что я не вижу, это лишь означает, что я не вижу этого. Оно где-то там есть. Нужно повышать свой уровень. Просто ты сказал про контроль разума. У меня на сегодня только одна новость. Как раз она связана с контролем разума. Можно я чуть-чуть... На конференции ПЭС. Виталь, можно? А, ну да, давай. Да, давай. Да, давай. Пров, очень мне это резонуло, да, ты говоришь, иллюминаты добрые и так далее. Я вот тут, кажется, тоже, может, я неправильно подобал слово. Я же не говорил, что власти хорошие и никого не хотят убить. Надо понимать, короче, да, что у задачи, у власти, главная задача – это удержать власть. Ничего другого. Какой ценой – это уже второй вопрос. Как бы, ну, просто желать всех убить. Они, может, и желают, но они не могут этого сделать. Ну, потому что им это обернется. Но, то есть, вот здесь какая-то планка такая плавающая, да. То есть, первая задача, самая главная – это удержать власть. Если для этого придется кого-нибудь там почикать, они будут готовы это сделать. Но это не самоцель для того, чтобы, да, всех вырезать. Вот. Это именно вот просто попытка удержать то, что, да, уплывает из рук. Вот. Так что я нисколько не питаю, ну, этих, знаешь, пиететок к властям. Я просто смотрю, что пока, короче, ну, наши, грубо говоря, какие-то коридоры возможностей и действий, они совпадают. Ну, не сильно разнятся. То есть, я понимаю, что приходится чем-то платить, что-то где-то уступать. Но, в целом, мы пока идем в одну сторону. А второй момент, то, что ты говоришь, да, что пропаганду даже делиться нельзя между собой. Вот странным образом, я это давно отметил, мы это где-то обсуждали даже на прошлом эфире, что очень долго, знаешь, как, опять же, это же Геббельс говорил, по-моему, да, что можно долго обманывать небольшую группу людей или большую группу людей обманывать недолго. Но вот долго обманывать большую группу людей не получится. И вот у меня такое ощущение, что хоть все позапрещено, но все начинают как-то так по чуть-чуть сами понимать что-то, что что-то не так идет. Вот, так что сильно, вот, значит, чтобы они, чуваки, получили кольцо всевластия и вот больше никогда ничего не боялись. Я думаю, такого не будет, в принципе, никогда в истории. Вот, просто пока... Пока не чипировали. Сережа, вот прямо на этой ноте я и зачитаю, Серега, на этой ноте я и зачитаю свою новость. Ну, она немножко про другое, но все связано. Смотри, ты говоришь, долго обманывать большую группу людей. И ВЭФ сейчас на своей конференции недавно назвала самой большой угрозой, знаете что? На уровне, конечно, кибер-угрозы. Она назвала фейки, фейки и ложь, распространяемая в интернете. То есть, что они собираются сделать? Они как раз и собираются, чтобы их весь этот пиздеж проходил плавненько и больше не встречал сопротивления в виде таких, как мы с вами. Они в ближайшем будущем создадут киберполицию, которая будет мониторить все. Они создадут искусственный интеллект, который будет вычищать везде соцсетей все неугодные им фразочки. А что будет? Ложь и фейки. Фейки и ложь будут то, что противоречит официальной политике, официальным телегам, которые они задвигаются, связанные без разницы с чем. Как начиная от медицины и заканчивая политикой. Более того, они говорят, что даже про власть нельзя будет говорить ничего плохого. И за это будет сразу же срок. Об этом тоже заявляли. И вот смотри. А что поразительное, в чем их противоречие, что я заметил, что я хочу зачитать новость. Это вот, в Японии создадут центр исследования рисков развития искусственного интеллекта. То есть, они вот наравне с фейками в интернете называют самую большую угрозой в ближайшем будущем. Это искусственный интеллект, который может, еще и в добавок с кибератаками, может навредить всей этой IT-инфраструктуре, на которую они подвязывают сейчас все. И вот сразу же задается вопрос, который противоречит полностью всему тому, что они продвигают. А нахрена тогда они все цифровизируют, загоняют людей полностью, в полную биометрию. Ведь все ставят на эти цифровые рельсы. И тут же они говорят, что будет большая угроза от искусственного интеллекта и от взломов всего, что связанное с IT-инфраструктурой. Ну, все, что связано с социалкой. Какого хрена? Они противоречат сами себе и затирают вот эту хуцпу. То есть, они затирают и одно, и второе параллельно. И люди, заметьте, не видят ничего, что противоречит, чтобы им навалять как-то, попытаться сопротивляться этому. Нет, people have it, их устраивает и одна телега, и вторая. Вот тебе и как они будут продвигать эту большую ложь долгую. Так, и делают противоречия. Они же просто используют это как инструмент, когда им нужно какую-то ничь сделать. Это значит, взломали там искусственный интеллект или там враждебный искусственный интеллект или еще что-то. Очень удобно. Ну, вот смотри. Плюс население хавает. Противоречие в том, что... А куда спрашивать население-то вообще? Кто вопрос-то честный проводит среди населения, хавает оно или не хавает? Население скармливают, а потом за него же говорят, что населению нормально. Ну, это да. А в чем противоречие просто говоришь? Противоречие в том, что, смотри, если бы они переживали за то, что искусственный интеллект на паре с хакерами может навредить их инфраструктуру по цифровизации всего населения и вообще всех социальных служб и в том числе и биометрии, они бы тогда не загоняли бы все это в цифру. Они бы тогда хоть как-то обезопасивали себя, то есть параллельно бы хоть как-то ввели, как раньше и параллельно цифровое. Нет, их интересует только цифровой путь, чтобы полностью убрать все бумажные носители, чтобы полностью людей оцифровать. И тут же они говорят, вот, вас взломают и будет плохо. Они же сами себе, получается, противоречат. Зачем тогда они туда людей гонят в этот цифровой лагерь, если они говорят, что его обязательно этот лагерь поломают? Почему? Ну, просто в процессе им нужен контроль, цифровизация идет к контролю, а в процессе можно население несколько раз кинуть и ограбить, и сослаться на какие-то вот такие эксцессы. На хакеров. Не, ну мы-то понимаем, что это их инструменты. Ров, мы-то понимаем, что это их инструменты, мы-то понимаем, что это все они будут делать, но они же это преподносят, как будто это не они, как будто это что-то другое. Ладно, все, следующий блок давайте. Я хотел высказаться по поводу прошлого, да, информационного вот этого вот шума. Долго в интернете была тишина, которая меня как бы не волновала. Новостной поток был довольно вялый, и какие-то вот новостные вот эти вот закидоны, они были плюс-минус на уровне, ну, такой тишины. То есть, примерно, ну, какое-то давление присутствовалось околовоенное, но в целом ничего более конкретного и иного. Но вот парочка вещей прям просто меня зацепило, да, тем, что, ну, достало, да. Это, например, вот это слово пацана, да, и вторая, во второе мы тоже перейдем сейчас к теме. Значит, слово пацана, вот это вот пропаганда от, значит, от Министерства, да, Министерства культуры, это все профинансировало, если не ошибаюсь. Вот фильм, который, в общем-то, романтизирует образ бандита, копника, стимулирует неокрепшие умы к вот подобного рода жизнедеятельности. И плюс к этому он еще не просто стимулирует, это же еще все вот эти вот там действия происходят в Казани, в Садорстане. Ну, в общем, там же еще этнический колорит. Мне вот те, кто смотрел, они поделились инфоиду уже дополнительной, которая вообще-то важна, потому что я степень опасности недооценил этого кинопродукта. То есть, там еще и забивают вот эти вот гвоздики на будущий походу развал страны. Причем, видите, сверху же это спускает, эту пропаганду. То есть, кто-то хочет посеять такие семена или даже их забустить на какую-то вот такую этническую преступность. То есть, не просто преступность, а еще и с этническим оттенком. И тот, кто это делает, ну, он большую свинью подкладывает всему населению. Получится у него там или нет, неизвестно, но вот раз это идет сверху, это прям так довольно тревожно. И не успел я отойти от этого пацана, так везде начались вот эти вот голые вечеринки. Ну, это просто трэш, конечно. Я, как и это слово пацана, я не смотрел, да, ну, не вчитывался в официальные новости, там, какие-то репортажи, ничего это не смотрел. Но все равно по сарафанному радио доходит, бесит, залит. Я уже, наверное, даже при отключенной рекламе уже сто пятьсот фоточек всяких видел, вот этих вот извращенцев в разных их костюмчиках, как они там где-то тусуют. То сначала, что они там где-то тусуют, потом как их там где-то преследуют, потом то, потом вот это, как мне это все достало. И по вот объему информационному я вижу, что это, ну, вот следующая тема, которая тоже актуальна, которую бустят, спускают сверху. То есть это тоже заказ вот этих вот упырей, которые рулят на, ну, видимо, для исполнения своих целей. И там была информация о том, что на шестьсот, шестьдесят шестой день войны эта вечеринка у них там прошла или нет? Да. Ну, кто-то про такое говорит. Я не считал, не пересчитывал, проверьте сами. Если это так, то это занятно тоже. Опять же намек на то, что кто-то вот занес денег им туда, чтобы они это все организовали, а потом их типа начали преследовать. Ну, и то преследовать как? Вот это вот преследование в виде постов каких-то, это не преследование. Я не углублялся настолько в эту тему, чтобы оценить действительно ущерб, они там получили или нет. Но пока у меня впечатление довольно мерзкое в целом от того, что вот мне пытаются высверлить мозги вот этой вот дичью. Значит, я негативно отношусь ко всем там, да, и к тем, кто там вот типа светился на этой вечеринке. Мне они неинтересны и, в принципе, ни до, ни после неинтересны. Но, как бы, я вижу, что это все происходит системно. То есть, они не просто потусили там, а теперь их типа гнобят. И, скорее всего, те, кто их гнобят, они в сговоре с теми, вот кто это потусил и кто это организовал. И все это с целью отвлечь наше внимание от вот этих вот текущих событий, сами знаете каких. И перенаправить часть негатива для того, чтобы народ немного, так сказать, расслабился, порефлексировал. Плюс, я думаю, дойка вот этого, так сказать, гаваха пресловутого, чтобы население, опять же, ну, расслабилось. Отвлеклось от повышения, например, цен, да, побегало с факелами за какими-то вот этими вот чертями. Может быть, они и достойны какого-то там, не знаю, унижения и притеснения. Ну, вот эти вот ребятки, да, которые там в Бомонне в этом тусуются, потому что они всех уже достали. Но они же всегда были просистемными. Ну, они полностью систему обслуживают и удовлетворяют ее всяко-разно. И тут я очень сомневаюсь, что их реально будут гнобить. Но если реально будут, то, ну, как бы, тоже и не жалко. Но видно все равно много людей, которые прямо отзываются и начинают говорить, что они там поддерживают какие-то вот эти вот гонения на этих нудистов непонятных. Хотя, судя по фоткам, там не нудисты, а какие-то, какие-то просто, ну, знаете, вот вечеринка в стиле Хеллрейзера. Какая-то вот такая адская сатанинская вечеринка, но при этом, ну, как бы, ну, формально их за что там осуждать? За то, что у них чувства стиля там нету? Или за то, что они вот такие вот там козлы, зажравшиеся, извращенцы и все прочее? Ну, так это как бы до этого же было вроде известно. Вот. И как бы это удивляет. Ну, я очень сомневаюсь, в общем, что их реально как-то будут карать, наказывать, и они исчезнут. Скорее всего, ну, вот если смотреть по прошлым событиям, их же там часть тоже преследовали, и карали уже до этого, как каких-то там иноагентов, кажется. Так они вот, опять тут. То есть они как бы... Иноагенты уже выехали, им запрещают просто с концертами выступать, поэтому им смысла тут оставаться нет. Рофф, ты главное не сказал. Там же требовал угол. Главное не сказал. Знаешь, какой плюс главный этого события? А в том, что они пиарят, по сути, власть. Потому что власть единственная, чем может сейчас нравиться, ну, просомнуть человеку, это то, что он против вот всей этой гомосятины, против вот всех этих негодяев из элиты. А потому что другого ничего вообще не осталось. Только вот это и осталось, чтобы, типа... Поэтому они законы против геев усиливают. Поэтому они показательных выбрали. Вот эти вечеринки голые, они всегда проходились. То есть каждую неделю по всей Москве, везде, вот эти все знаменитости, они тусуют постоянно на них. А тут внезапно из них взяли... Так это не голая, это же вдвойне какой-то развод. Да, 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 двойной развод. Это, я говорю, это пропаганда, тупо пропаганда власти. Типа, смотрите, мы хорошие, мы за гейство баним. И тут самое главное, почему это точно с провоцированной властью события, медиа в масштабе имею в виду, что то жесткое неодобрение, которое люди проявляют, это по команде ФАС было. Почему? Потому что Шаман до этого тоже голым в душе спел, в стиле Дзюбы, и ничего, никто его не хейтит почему-то. Вообще все про это молчат. А тут именно вот... Костя, люди говорят, что такие вечеринки проводятся в Москве чуть ли не каждый день. Это вообще дичь полная, что они на них засобачили. Я тебе скажу страшную вещь. Такие вечеринки проходили даже в Москве в 1941 году и в 1942. Ну, потому что Бомонд, он есть Бомонд. Это вот такая ниша, такие люди. А у нас на острове Хортица есть дача. Да, Хортица я знаю, да. Да, для элитных членов партии, так сказать. Она и сейчас санаторий для ментов. И там есть поворачивающаяся трибуна. И вот там такие же действия происходили. А вечеринки этого Кеннеди, когда он там с бледями, с коксом в овальном кабинете посил, это тоже не выдумка, это уже документы там лежат. То есть для вот этой части это нормально. Их можно было взять за жопу в любой момент, в любую секунду. Ты кого-нибудь из них найдешь на голой вечеринке. То, что там было удивление, ну это какое-то сборище некрасивых пенсионеров, как кто-то сказал, там ничего страшного вообще не было. Дело не в этом. Мне кажется, что первый заброс такой был, это было дело Ефремова, да. Когда вроде бы такая, ну там какой-то богемный чувак, такой приближенный к элитариям, какой-то пьяный сбил. Да замяли бы вообще они вопросы, в телевизор бы не попало. А тут оно его как начали форсить по всем каналам, по всем телег каналам, да. Мне кажется, вот тогда они пробовали. То, что это спецоперация, к бабке не ходи. То есть все понятно. Зачем вы только, я немножко не согласен с тем, что они там, значит, что-то местечковое пытаются решить. Я думаю, что это такой разворот, да, и нам нужно там для того, чтобы там, грубо говоря, местную власть укрепить, какую-то автономию и так далее, да, там, ну, соответственно, надо отделиться от глобальной системы, которая рушится. Это тоже очевидно для всех. А для этого нужно, ну, какой-то, собственно, чуть-чуть стиль. Нам, вот, ваши трансгендеры, не подходят. Для этого Путин, значит, никому непонятно зачем, несколько лет назад в Конституцию добавил пунктик про семью из мужчины и женщины. Вот он тогда еще, вот эта вся процедура началась тогда. А задумывалось, я уверен, она еще раньше. То есть это уже лет, ну, под 10 это проекты лежат и постепенно реализуются. Так что истерить не надо, там просто сейчас вот этот бомонд сотрут. Вот часть этого бомонда уже сама себя, да, грубо говоря, стерла. Уехали и сделали полдела. Начали орать такое говно, что, в общем-то, и какое-то уважение, и жалость себе потеряли. Самое сложное, там, для властей что было сделать? Перестать, ну, грубо говоря, как-то заставить людей, перестать им платить деньги. Вот и все. То есть это весь бомонд существует на деньги людей, которые ходят с удовольствием на Киркорова, там, на Тумилявскую, там, да, на какого-то рэпера, там. Какая-то бабы ходят. Да неважно. Бабы, я же тебе еще раз рассказывал, баб выпустили в экономику в начале 20 века специально для того, чтобы, как бы, да, экономика крутилась, чтобы тратились деньги. Какому-нибудь хозяйственному крестьянину заставить потратить лишь все деньги невозможно. Надо отдать кошелек его жене, тогда вот все нормально, все деньги еще и в долг, еще и, значит, там, почку мужа продаст. А в тему Украины как раз сейчас там начинают принимать законы, возможно, только пока законопроект, но уже все обосрались. Что, значит, начнут карточки блокировать, ну, без принятия повестки и так далее. И начали очереди огромные к юристам переписывать на жену, любовниц, мам. Вот это зря, вот это зря. Так что у нас женщины сейчас станут успешнее мужчин. Средним классом станут. Слушай, знаешь, некоторые юристы говорят, что вот этим законом они вообще развалят экономику Украины. Вообще нахер просто. Да, хотят на карточке вводить на любой перевод 18%, представляете? Если это такое ведут. Ну, это просто пока пога. За границей, не внутренней. За границей, не внутренней. Да, но это такое-то че я не видел. Слушай, а что там Бэтмен молчит? Что там Бэтмен молчит? А он обиделся. Что он думает о своей христианской позиции относительно вот этой всей бакханалии, черенки Ивлеева? Все, он обиделся и вышел. Хотя картинку показываю же. Показали, что он хотел. Так, ладно. Пока Бэтмен хоть, наверное, придевается. Ему стыдно стало, что он такой пришел. Он прочитал название стрима и пришел в таком виде. Но я его осуждаю за это. Ему ведь сказал, а ему не понравилось. И вот так вот получилось. Евгений Н. Верните Бэтмена. Пишет. Пишет, кстати, он 2024 закинул. Спасибо. Благодарю тебя, проф. Твоя деятельность впечатляет. Прекрасные собеседники. Им признательность за поддержку. Отдельно благодарен за эфиры с КАЗом. Удачи в новом 24-м. Институт Б меняет реальность. Мы все становимся лучше. Спасибо. Приятно. Приятно слышать, читать. Приятно. Да, надо получать такой. Да, благодарю. Кстати, да, с КАЗом на завтра у нас еще стрим назначен. Новогодний. Прямо на 31-е. Поэтому фанаты КАЗа приглашаются послушать. Давайте вангование следующий год. В США среди оленей распространяется зомби-болезнь. Слышно, нет? Слышно. Она поражает мозг и может угрожать людям, ученые. Значит, свое неофициальное название болезнь получила из-за влияния на животных. Они становятся агрессивными, неадекватными. При этом у них нарушается координация движений, резко снижается вес, у животных течет слюна и исчезает страх перед людьми. Это к чему, кстати, вот если такой фильм видели «Оставь мир позади», то там как раз показывали каких-то неадекватных оленей, которые сбиваются в большие стада. И вот я думал, к чему это. И вот через неделю после того, как фильм вышел в хорошем качестве, но он, конечно, раньше вышел, вот появилась вот эта новость. Я считаю, что это, опять же, какие-то разработки, возможно, это вообще вброс, но, тем не менее, будет к чему можно, чем пугать людей. — Круто. Хотите я своей параноидальной теорией поделюсь? У меня есть одна, прям свеженькая. Буквально сегодня ее испек, плюс-минус. — Ой. — Значит, выхожу я как-то на улицу, и хоба что-то летит, типа снег, да? Глазом так раз, моргнул, и там что-то попало в глаз. Ну и пришлось долго это все вымаргивать, короче, у него очень неприятно. Под видом снежинки попала какая-то дичь, что-то похожее на металлическую стружку или типа того, непонятно. Я так и не понял, что это было. И сегодня, сегодня я вышел, опять такая же дичь. Ну, знаете, как вот выходишь на снежок, да, он так сыпется, ты так идешь, так его ловишь, может, даже там язык высунуть. Ну, короче, прикольно. И хоп, тут опять какая-то непонятная штука попадает в глаз. — Соль. — Ну, меня просто это выбесило. То есть, откуда это взялось? Но два раза это уже тенденция, ребят, вот я вам что хочу сказать. Поэтому, вот, может быть, это совпадение, а может быть, тут какая-то есть система из-за конкретности. — А в небе что-то летало в этот момент? Там химтрейлы видны были? — В третий раз это будет система. — В небе вроде как снег должен был летать, но вот что-то не то. — Не, ну низкая облачность, ничего не видно, да, или как? — Конкретно сегодня облачность высокая, ветер высокий, вот сейчас забывает там за окном, может, слышно даже. Если повторится это, то будем исследовать. — А ты магнитом проверь, кстати, интересно. — Мне, кстати, тоже хочется сказать, что это какой-то, ну, уже привычно для 23-го года, да, что, ну, по идее, должен был летать снег, но что летало, я не знаю, не уверен. — Стружка. — Ну, так скажу, что лучше проф на улицу в очках защитных выходить. — А лучше вообще не выходить на улицу, ну и о чем вообще? — Ну, это в идеале, это в идеале. Ну, если придется все-таки, надо эти очки в строительном магазине взять, потому что мало ли, что это там впитает в глаз. Лучше не рисковать. — А то это паразит, возможно, какие-то уже глисты, яйца глистов. — Ну, блин, ты меня так не пугай, я уже готов был на новый уровень, там, не знаю, трейлов или на наботов, там, чего-нибудь такого, но какие-то глисты нет, это уж перебор. Я такого не подписывался. — Я думал, после того, как у тебя стружка в глаз попала, у тебя глаз покраснело и стало, как у Шварценеггера, и стал там команды видеть такие, там, с описанием предметов. — Костя, стружкой в глаз или химтрейлом раз? — Подсадка неорганов. — Короче, я понял, с вами такие вопросы нельзя обсуждать. — Лучше не надо, Пров. Лучше не надо. — Сны не стали сниться, интересные? — Да, кстати. — Сны не сняться. — Какие цветные? — Ну, цветные желательно. Какие оплатил, такие сняться. — Да вроде все в наличии есть. Ну, как обычно, всякодичные. — Хочу просто дичь, расскажи, потолкуем. — Нужно повспоминать. Ну, когда вот пытаешься, не особо получается. — А знаете, насчет старых выпусков. Вот у меня просьба к зрителям. Если у кого-то сохранились эфиры где-то на других каналах, возможно, вот эти вот старые, там, да, какие-то около, там, по плоской теме. — Или еще что-то с «Легионом». Ну, короче, некоторые самые идиозные пришлось удалить, потому что, ну, там совсем дикий трэш был. Вот, но, я думаю, если это добавить для тех зрителей, которым это интересно, по приколу, чтобы они там поугарали, это им, может быть, понравится, да, и не сильно навредит их мозгу. Вот, поэтому, если у вас сохранилось, закиньте мне, напишите куда-нибудь, ссылками покидайте. Я тогда добавлю для всех. — Проф, а можно я по поводу этой вечеринки Ивлеева и тоже теорию предложу, которой я лично придерживаюсь, почему это происходит? — А можно, я вклинюсь минуту-минуту, а потом ты скажешь, потому что есть версия, почему, значит, вечеринку до того провели, а потом вот эта новость от 25 декабря. США расширили контроль над континентальным шельфом в Арктике, РФ ответила угрозами, и там очень большая территория, 386 миллионов, чего там, квадратных миль, преимущественно в Арктике, береговом море, стратегической зоне, на которую также претендует Канада и Россия. Кроме того, США очертила границы шельфа в Атлантике, Тихом океане, Мексиканском заливе. То есть очень приличные территории себя отхватили, и при этом как-то в инфополе это не сильно появилось. Не сильно, это появится в следующем году. Потому что, смотри, когда тема началась, да, помнишь, если, ну, должны помнить, да, лет пять назад Путин там плавал на подводной лодке и воткнул в арктический шельф русский флаг российский. Вот зачем это было сделано? Вот тогда было никому непонятно. Я там долго гуглил, короче, искал-искал, а потом нашел одного чувака, который тогда уже говорил, да, что, ну, действительно идет некоторое, ну, если уж не потепление планетарное, то смещение, короче, вот теплого центра, и Арктика будет таять. Ну, вот. Арктика, это растаявшая Арктика, это, во-первых, короче, самый короткий путь доставки товаров, а во-вторых, там самый просто жирный кусок шельфовый газа. И большая часть границы, там буквально 80 или 70 процентов этого шельфа, оно принадлежит России. Вот. И что когда-то однажды будет большая война за Арктику. Вот, говорю, еще 7 лет назад это звучало как бред, а сегодня это очевидно. Уже в Арктике строят 5 военных баз, и это только начало. Вот. Так что то, что штаты сейчас начали колыхать, ну, уже поздновато даже. Мы там уже базы поставили. Ну, понятно, они там на падающей экономике пытаются там захватить, ну, хоть что-то застолбить. Вот. Я думаю, что в следующем году мы уже увидим это, ну, после новых выборов. Вот. Там чувакам надо сейчас, как бы, главная задача выжить и закрепиться, остаться во власти, да, либо, ну, то есть, вот это главная задача. А все стратегические направления будут, соответственно, в следующем году открыты. Поэтому, вот, в свете того, что, опять же, да, там Китай пытается там устроить флот гигантский, американцы там с англосаксонским миром построили Аукус, да, все это для чего? Для того, чтобы, ну, флот объединенный. Это будет контроль морских путей. Свободным путем остается только один северно-морской путь в территориальных водах России. Что на него никто не клюнет и никто не дернется, я вот не верю. Сто процентов дернется. Ну, не зря в Арктике стоят уже 5 военных баз. И, кстати, почему-то основные каналы, вот эти, которые искусственные, их специально тормозят, то танкерам перекрыли, то еще чем-то, то милеют, в общем, какие-то причины придумают, чтобы не пускать туда-сюда. Еще второй момент сюда добавлю, да, китайцы начинают там пробивать Панамский канал, да, допустим, и это тоже то взлетает, то тормозится там, да, и как бы и тишочком так, ну, никто особо там не изужит поэтому. А чем им не устраивает текущий канал, да, вот они рядом пробивают, они в Суэцкий канал, да, рядом тоже пробивают, да, через арабов, вот, чем им египетский не устраивает, да. Ну, вот, видимо, будет драка за морские пути, большая драка. Ну, пусть, Серег, будет, что, дайте Бэтмен-то сказать. Давай. Я сколько вижу, ждут там проявлению. Мы тебя только сказали. Это у меня микрофон не работал, у меня что-то лагает, связь сегодня проблемная. Короче, по поводу Ивлеевой вечеринки, вот этих всех новых процессов за традиционные ценности, я-то неофициально-официальной точки зрения придерживаюсь, вот, согласно которой Владимир Владимирович скончался, и сейчас во главе стоит Николай Платоточ, вот, который большой любитель Советского Союза, товарища Юрия Андропова и вот этих всех ручных видов управления общественной нравственностью. И вечеринку тоже на нее, в общем-то, и прыгнули, безусловно, по команде в рамках новой программы борьбы с педерастами, которых при покойном Владимир Владимирович очень много наплодилось. И в самой администрации президента, начиная с Сергея Владильяновича Кириенко, одного из братьев Ковальчуков, ну, там, ну, и сам Владимир Владимирович тоже явно с пацанами дружил, там, если Ралдугин и его кореша вспомнить, вернуть чилиста. Ну, это все теории, там, слухи, а не в этой суть. А суть в том, что не надо тут масонов искать, просто власти меняется, а новые метла по-новому метет. И, соответственно, под раздачу попадают, в том числе, и деятели культуры. Вот такая, пацаны, картина. Соглашусь со всем, кроме одного, что для этого не обязательно умирать Владимиру Владимировичу и приходить Николаю Платоновичу. Любая власть очень ловко бывает умеет переобуваться на ходу, как только ветер меняется. Документ можно, если бы это было так, вот эта версия была бы реальной, то тогда изменения бы начинались сверху, а что-то я их не наблюдал. Именно вот ключевые какие-то изменения. Ну, например, там, Центробанк бы стал национализирован. Да, вот это бы говорило о действительно изменениях, о действительно смене курса. А вот то, что мы наблюдаем, вот это вот, это больше похоже на пиар, и можно как угодно это трактовать. Но на какие-то изменения это вообще не похоже. То есть, оно может быть, если бы это было верхушкой айсберга. Ну, а где сам айсберг-то? Пока что верхушку видно, а айсберга не видно. Мы же пока всего, во-первых, не видим, во-вторых, можно я проясню за ситуацию, что вот если исходить из той картинки, что Владимир Владимирович скончался, оставил нас, вот, то сейчас элиты, которые после него остались, они пытаются консолидироваться, поэтому нам и предлагают сейчас Васильича, то есть Двоедника. Нам, они все как бы договорились, что мы будем предлагать Васильича, как вот нашего фронтмэна, а сами будем там эти вопросы между собой в тихую решать. Но сейчас еще вот есть пауза, они как бы поддерживают консенсус вот этой старой элиты, но между ними уже начинаются подковерные терки. Кто там будет иметь наибольшую долю пирога, ну, большую часть пирога в новом там правительстве. Ну, и, соответственно, кто из старых элит пойдет под ножку, под раздачу. Просто эти процессы еще не успели себя в полной мере проявить. Ну, это дело времени. Обычно, человеки, когда уходят в мир иной некоторый тиран, начинается такая драка. И никакого консенсуса просто быть не может. Почему? Временный консенсус может быть. По крайней мере, в истории было всегда, ну, так, если уж кто учил историю. Вот. Ну, это, говорю, мое мнение. Вот тут, кстати, можно вернуться к этой хорошей идее, да. Давайте анализировать какие-то прошлые прогнозы год назад, два года назад. Потому что вот тогда это станет все очевидным. А пока, короче, любая, ну, грубо говоря, ну, фантазия, которая пугает, она будет гораздо более приемлема в силу просто психологии человека. Ну, куда проще верить в конспирологию, заговоры, там, уничтожение всех, там, зло, там, побеждает и так далее. Вот. И против этого противостоять может быть либо критическое мышление, либо анализ. Давайте, правда, сделаем какой-то раздел, там, раз в месяц хотя бы, там, подводить итоги, там, пересмотренного материала за пять лет назад. Сережа, зло не побеждает. Зло уже давно победило. А то, что мы сейчас видим, это как раз уже итоги победы зла над человечеством. Ну, мне вот в этом месте всегда смешно, наше, вот это вот, обычно говорят, те, которые, там, живут в самое мирное время, сытые, довольные, да, там, только, ну, что-то в дворе шумит, там, вот. Костя, мы реально в мирное время с тобой живем, это раз, а два, смотри, какие тенденции были, начали, начали с прививки, закончили с войны. Я имею в виду, там, да, люди во Вторую мировую, да, когда вот прям у них вот каждого это коснулось, вот. Вот, не было столько нытья, нытье именно сейчас, именно от людей, которые вот, ну, вот, оглянись вокруг. Виталь, ты что, в раздолбомбленном подвале сидишь? Нет, я думаю, ты сидишь в доме с электричеством, у тебя интернет есть, в холодильнике есть еда. Ну, так один дом мы уже разбомбили. Ты напуган, ты напуган, это правда, но в реальность, вот, вернись здесь и сейчас. Посмотри вокруг себя. Давай честно скажи, Серега, давай честно скажи, ты поддерживаешь сокращение населения? Честно, зачем мне это? Нет. Нет, не поддерживаешь? А вот главное, что, главная их цель, они это официально заявляют, что человечество нужно сохранить. Есть формула, существует формула ученого, и он там наглядно показывает, что зависимость СО2 от количества населения Земли. И с ним согласна вся официальная наука, с ним согласна ООН, и это все подвигается. Я против повесточки, потому что там полный дебилизм. То есть, спроси любого адепта, сколько там, да, надо это, СО2 в природе, да. Ну, это же американский журналист, который трепал нервы там Псаки, да, он сейчас треплет нервы и остальным тоже. И вот он задавал такой вопрос хороший, типа, сколько СО2 в атмосфере? И такие сидят чуваки, которые принимают решения. Они говорят, ну, 7 процентов, он говорит, от 0,02 тысячных до 0,05 тысячных. Если эта шкала колебнется хотя бы на одну тысячную, всему живому на планете пиздец. Понимаешь, люди, которые принимают решения, они даже не в курсе того, что там. И в этом месте я с тобой согласен. То есть, такие дураки, они там сидят. Я опираюсь на труды Капица. Капица в свое время, в 78-м году. Капица задумался, короче, вот, правительство СССР поставил, ну, задачу. Проанализировать доклад Римского клуба от 76-го года, где был заявлен вот этот самый миллиард, золотой миллиард. Откуда вся эта история? Это доклад из Римского клуба, который назывался «Предел роста». Он проанализировал. Во-первых, он нашел там чудесную формулу, которая потом легла в основу демографии, да, как науки. Вот, и это математическая формула. А второе, он пришел, говорит, я посчитал. Без изменения технологического уклада, 78-й год, напоминаю, да, еще не было ни ГМО, ничего. Говорит, человечество может спокойно увеличиться. До 30 миллиардов планета спокойно это вывезет. А если, говорит, немножко модернизировать, так мы и 100 миллиардов вывезем. Понимаешь? То есть им вот эти люди мешают не потому, что там они планету гадят, или, да, а совсем другие причины. Я все? Я как-то Капицу больше доверяю, чем там чувакам из римского клуба, да, которые политики, просто богатые чуваки там. Ну, Капец, они формируют повестку. Может, что-то про Новый год обсудим? У вас как, есть новогоднее какое-то строение? Будет жопа в следующем году, будет еще хуже, чем в этом. Мы узнаем такое, пацаны. Мы сейчас даже вообразиться не можем. Ждите, готовьтесь, следующий год будет трясающим. Да, Серега, теперь давай ты. Прикиньте, чуваки, короче, я сегодня собирался ехать к матери. Давно не видел своего, соскучился по пирожкам, короче. Вот, купил, короче, все там, вообще все, шампанское, коньяк, икры, короче. Вот, взял каршеринг и въебал его, короче, прикиньте. Ну, короче, не сильно, бампер отрывал такой. Но все равно, короче, пришлось теперь ехать домой, никуда я на Новый год не поеду. Короче, завтра там обещают там созвон, не знаю, выяснение причин, там, выставление счета, не знаю, что это выйдет. Вот, короче, вот такой у меня Новый год. Поэтому я думаю, 24-й будет лучше, чем этот. Потому что каршеринг я больше брать не буду. Это тебе не дадут. Не дадут. Тут комментарий, я думал, Бэтмен на полчаса завелся, а он так быстро прекратил, вообще не похоже на него. Я уже сказал, все плохо будет. Ну, надо отменить эти планы на всякий случай. Бэтмен сказал, что у него все плохо с микрофоном, но я уточнил с каким. Нет, ну, давайте отменим, кстати. Отмены это же самое наше грозное оружие. Наша секретная разработка против планов мирового правительства всяких пассонов. Отменим все плохое в следующем году. Только надо конкретно что-то отменять. Я согласен. Да сразу все и отменим. Вот, кнопка отмены. Все. Все плохие планы сразу отменили. Мне кажется, короче, что, знаешь, если бы не мы, короче, то у этих чуваков уже давно бы все получилось. А мы постоянно вообще их дезауируем. Планы, и они такие, блядь. Отменяем все время, да. Эти чуваки, блин, заткните их кто-нибудь уже, знаешь. А все-таки, ну, мы не можем, они правила не нарушают, нельзя YouTube. Ну, все. Слушай, Серега, ты Петросянешь, а вдруг как по эффекту бабочки оно реально как-то работает? Вот появится тот человек, которому ты расскажешь эту правду, и он такой подумает, блин, а я и не думал, думал жить другую жизнь. И будет жить уже по-другому, исходя из тех знаний, что от тебя получат. И в итоге, может быть, доберется там до каких-то вершин и наваляет этим упырям, понимаешь? А я думаю, для чего я это делаю, Виталий? Я хорошо знаю, что такое карма. Карма – это как раз вот система причинно-следственных связей. Чувак жил-жил, работал там в своем офисе, ни о чем не думал, потом стал нас слушать, что-то понимать. Потом в пушок в подполье, короче, стал обвешивать стену картиночками, ниточками, все соединять. Пока не выписывал страшную правду. Ты сейчас знаешь, в какую вот попал этот... У меня сейчас инсайд, и холодный пот выступил. Ну, я же тоже когда-то вот работал в офисе, блядь, и не подозревал ничего. Потом случайно, блядь, наткнулся на видеопрофах. И что-то мне не помогло, чтобы подписаться, блин. И тут все понеслось, да? И понеслось все. Так, даже не знаю, даже не знаю, это подъем это или подделие? Нет, ты что, вспомни, когда я приезжал на Совение в Москву, и я приперся там, и мне все руки жали, говорит, спасибо, мы никогда не думали, что ваше поколение, ну, обозвали дедом тогда, ваше поколение, типа, вообще будет этим интересоваться. Я, может, не интересовался в этом, чертов YouTube, блин, зачем он мне тебя показал? Вот, не, на самом деле, я рад знакомству, это реально поменяло мою жизнь, вот нисколько не скрываю. В комментариях пишут, главное, чтобы институт не отменили. Ну, вот, главное, в следующем году, главное, чтобы все осталось, как минимум, чтобы было не хуже, как минимум, чтобы профа никуда не дергали. Да, ну, забанят один канал, еще один откроем, там, сейчас вариантов, хера вот учим, бастион есть там, неломаемый, да, там. Я думаю, что, блин, как-то наша же аудитория, чуваки-то понимающие, да, это какие-нибудь там последователи Бузовой, да, там, им лень будет искать, куда Бузова переехала. Вот. Не, я этого, вот этого я вообще не боюсь. Ну, пусть банят, господи, ладно, переедем еще куда-нибудь. Главное, не на на... Слушайте, а знаете, что вот сейчас... Да, 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 главное, не на на... Знаешь, что сейчас... Чуваки, в России же политика сейчас, так называемая ватная конспирология, когда они чуть ли не официально говорят, что они борются против сатанистов с запада. Так я подумал, может быть, профу как-то выбить грант под это дело? Разбуду, отчеты регулярные давать. Тогда пойти на покупку. Мы же-то, по сути, делаем то же самое, но только бесплатно. Пусть они платят профу за это. Виталий, как тут грант на борьбу с западными сатанистами? Я пообщался с людьми, да. Там они, знаешь, говорят, что если ты, короче, вписываешься в эту ботву, короче, то денег навалить тебе нормально. Ну, могут навалить, в смысле. Ну, как минимум, короче, человеку, который тебя будет хантить, навалит нормально. Сколько он с тобой поделится, это уже другой вопрос. Но вот с этих пор ты вообще кашлять даже в другую сторону не можешь. Я что-то ценю нашу свободу выше, чем деньги. Мы же как-то все живем там, выживаем, на что-то, по полной кем не роемся, на жизни хватает. Так дешево продавать свою свободу, я что-то не очень хочу. А что дешево? Вдруг там недешево? Откуда ты знаешь? А за сколько ты продался? За сколько? Я не знаю. Мне меньше миллиарда, я бы сказал, да нахер вас. Фига себе, миллиард. Откуда такие деньги? Рублей ты имеешь в виду, миллиард? Миллиард рублей, долларов-то точно уже тут проблемы. Как их защитить, чтобы тебя не убили, не отобрали? Я просто бывал... Себя переоценивать, переоценивать слегка. Надо всегда... Миллиард за жопу отдавать. Не хочет продешеветь, понимаешь, просто. Конечно. Если ты скажешь... Подорговаться надо хотя бы, ты уж тогда. Если я готов работать за 200 тысяч рублей, всем понятно сразу, что ты лох. Что с тобой делать? Дадут тебе 30 тысяч, скажут, ладно, остальное когда-нибудь потом дадим. Ты, главное, верь. Блин, а мясо лопаты покормят на халяву. Конечно, конечно. Дадут айфон, наш, там, раз в год или, там, этот, какой-нибудь этот модный ноутбук от Sony, да, за 100 тысяч. Делают, о, блин, я крутой чувак, там, нашли. Все, тебя поимели в сраку. Надо сразу цену себе ставить. Биллиард. Они либо подчеркнут, скажут, блядь, серьезный чувак. Бурак может, наверное, ну, фиксен. Давай 100 миллионов. Ну, вот, отлично. Давай поторгуемся отсюда. Серега, у меня друг из России. Так вот, он работает как раз на госзаказах. Я вот подумал, есть вообще эти госзаказы, вот, связанные вот с пропагандой какой-нибудь? Конечно. Еще. Леха Антонов тут, есть такой чувак, биткоиновый миллиардер, там, в России. Вот. И он такой, иногда срывает эти покровы. Вот, прям, один из последних у него был, ну, этих видосов, и он конкретную цифру назвал, что 300 тысяч долларов в месяц тратятся на один только Телеграм-канал. Это бюджетных денег. Один Телеграм-канал. Я думаю, что их там не один далеко. А на что деньги уходят? Я не знаю, будет ли Леха жив после этого. Посмотрим в следующем году. Вот. Но он обычно так мне это, не кидается словами. Конечно, уделяется. Очень интересно, знаешь, что они реально там работу какую-то делают или просто все пилят? Если все пилят, то на чем пропаганда стоит вообще? Ну, здесь, опять же, слова этого Лехи, я не буду ничего выдумывать, я просто их подтвержу, потому что видел это сам. Вот. Делается как? Уделяются деньги. Всегда проще дать кому-то одному, ему там, извините, трахать голову, да, чтобы, ну, блин, ну, не дело министра, да, а тут уже начинает набирать быдлоту, и вот получается такой интересный парадокс, что, ну, хорошего качества отсюда ждать нельзя. Потому что, значит, ну, как бы, во-первых, если ты делаешь говно, и тебе за это платят 300 штук в месяц, ну, и что напрягаться-то, да, а если ты сделаешь лучше, тебя тут же за жабры за это подтянутся, скажут, а что ты раньше не делал, а что ты сейчас сидишь, а что ты, может, и денег много платил, давай мы тебе 100 будем платить. Короче, считать эту систему невыгодно никому, и поэтому делать хорошо в этой системе невыгодно никому. Вот. Вот это такая система, она очень-очень эрегинная, и за счет этого очень устойчивая. Вот. Не надо жнать отсюда, не знаю, там, этих поколений, звезд, да, там, с неба доставания. Вот. Она работает, и на руку нам работает, кстати, вот, мне кажется, что там, ну, украинская пропаганда, да, и европейская пропаганда, они делают большую работу, чем, собственно, патриоты. Мы могли бы вообще не тратить ни копейки, все бы за нас сделали вокруг люди. Они же сами срутся настолько сильно, что даже помогать не надо. Вот. Ну, раз платят, а что бы не заработать. Слушайте, а знаете, какое я придумал новое направление? Вот есть ватная конспирология, а я придумал такое направление, ну, у нас же Бэтмен с нами, как христианская конспирология. Приколитесь, такого же вроде бы нет. Или есть? Конечно, конечно, есть. Ты что, везде сатана свои, так сказать, лапы это растянул, масонов везде рассадил, плетет заговоры повсюду, чтобы обречь невинные души на вечные адские муки. Ты что, ну, как же? Точно, точно. А кто в конце концов первым-то сатану называл князя мира-то сего? Это же мы, христиане, всегда он же Христа искушал, говоря, вот те вот все царства, богатства, все, что хочешь. Потому что он как бы глава условно объединенного мира. Это, знаешь, это больше популярно было до интернета, наверное, или в ранний интернет, когда вот эти вот кринжовые всякие там, около пророки вещали что-то, там такого много было. Некоторые даже до сих пор вспоминают, и даже кто-то находит истину в их словах. Но я не буду называть имен, чтобы не популяризировать это. Но там одиозные персонажи, конечно, есть. Вот, и кто-то говорит даже вот, что совпадает там все. Но, да, не будем правильно. Я думаю, что религиозная сладкая, да? Посмотри на там пророков 90-х, там какой-то бог Кузя, какая-то это, богоматерь, блядь, еще какая-то тетя, там, денег они нарубили, там, и, в общем, народу разорили. Вот, но сейчас в России, да, в том числе, там, монополия на это жестко контролируется. Не зря там товарищ самый главный иерарх церкви российской, да, он вырос в таких нелегких условиях, там, контрабанды, ну, по слухам. Я это не поддерживаю, но слухи ходят, да? То есть чувак очень жестко умеет выстраивать вертикаль, там, иерархию и следить за тем, чтобы было все как ему надо. Поэтому с 90-х эта лазейка закрыта, ну, точнее, она открыта только в одну сторону, поэтому. А так религиозная тема, она самая, конечно, самая доступная, самая понятная большинству людей. А ведьмы, колдуны, сколько срали, они же средина, каждый может оказаться ведьмой или колдуном. И замечательно, когда очень сильную конкуренцию там устраивали, РПЦ, РПЦ устраивало серьезные гонения. Вот, по крайней мере, все вот эти пророки, лжепророки, да, они сидят сейчас в тюрьме. Не, ну, подожди. А представьте, что там настоящий пророк среди них. И вот так Иисуса взяли и посадили. Ну, можно посочувствовать только, да. Да, жизненно, жизненно. Вместо того, чтобы распять, взяли и посадили. А вот слышали, что в Брюсселе-то стоит, короче, суперкомпьютер, куда записаны данные всех людей со всего мира. И этот компьютер, он и есть антихрист. А об этом еще в 90-е годы афонские царцы говорили. Квантовый компьютер. А Дэн Браун про этот свой роман написал. А Илья Снеленко, которого мы приглашали, да, на стримы, он прямо об этом так и говорит, цифровой левиафан. Да. Что уже даже политики не очень понимают, кому они подчиняются. Значит, ну, сидит Макрон, ему кто-то позвонил. Ну, говорит, повестка поменялась. А он не знает, кто-то позвонил. Он даже не проверяет, значит. А это, может, правда, вот этот комп квантовый позвонил. Это в Ивана Лексус позвонили. Ну, иногда звонят в Ивана Лексус, тоже правда. Да, я думаю, что компы андроидами просто всех политиков заменят и звонить никому не придется. Так уже давно заменили. Ребят, помните, как в старые времена там гадали, гадали на будущее, что будет в будущем, в ближайшем. Может быть, и мы что-то повангуем на следующий год, что будет в следующем году, чтобы рассказать. А мы говорили. Давайте. А мы говорили. Давайте. Третья мировая война, пацаны. Третья мировая. Что-то вижу, вижу. Вижу. Подождите, перед тем, как ванговать, что-то нас запаянете. Подождите. Виталий, это уже было. Спутник Илона Маска падает. Голод, голод начинает спадеть в их регионах. Я серьезно, поэтому я правда сейчас забаню. Давай возвращаемся в реальность предновогоднюю. У людей настроение хорошее, и следовательно, надо как-то поддерживать тонус, а не ранять. Хорошие предсказания. Давайте, давайте. Сытость будет у всех, у всех еды будет очень много, денег, работы очень много будет. Все будут... Здоровье. Выпыхать здоровье. Караканов и насекомых хватит на всех. Не переживайте. Да. Так, Виталик, давай ты не ломай ему на позитивную волну. Изобилие поля будут просто свистеть. Может, правда, про праноедение подумаем уже? Может, нас к этому реальность пододвигает? Я лучше про каннибализм и тогда подумаю. Скорее, калоедение. Кто о чем подумает? Короче, сейчас про всех забанят. Спасайся кто как может, короче. Не, ну давайте серьезно что-то, что-то интересное скажем. Ну, выборы, главное, выборы Трампа будут, не будут. В двух штатах вы уже отменили, но, скорее всего, все равно из-за этого будет конфликт. То есть, самое главное, это выборы в штатах. Важнее этого вряд ли. Я говорю, что в штатах победит женщина. Я говорю, что в штатах победит женщина от демократов. От демократов. Это раз. В России победит Путин. Это два. По поводу войны, говорят, что она до 25-го как минимум. Но я предположу, что она закончится летом. Вот так вот. Я думаю, что где-то в мае. Но это только вот такая горячая фаза, грубо говоря, с воплями ОРМ. А потом, ну, такие штуки, они же не проходят бесследно. Да, там потом несколько лет будут еще, я не знаю, партизанщины, что-то тягомодины какой-то там. То есть, прям совсем хорошо-хорошо. Я думаю, это, Виталий, прямо если честно, я думаю, лет через 10 только устаканится полностью. Но острая фаза вот этого военного противостояния там с пиаром там и бомбежками, это где-то, я думаю, в мае, да. Ну, к лету. Не летом, а к лету. А я по-другому. Значит, до 5 ноября 2024 года выборы. Значит, США после выборов предложат типа мирный план. И будет длительная, затяжная конфронтация, как сейчас происходит, только без перестрелок на большие расстояния. А так будет велотекущая, в окопная. Ну, может быть, более-менее... Стан войны-то отменят? Нет, не отменят. Стан войны-то отменят? И через 3 года всё по-новой будет. Просто наклепают больше оружия. То есть... Ну, это не очень хорошее вангование. Нормально это что-то вангование. Сейчас просто снарядов маловато уже осталось. И дроны тоже начинают кончаться. Их столько не производят, сколько их тратят. На самом деле. Поэтому, как бы, будет дефицит оружия. И поэтому 3 года нам будет передышки, а то и полтора года. Тут в зависимости от того, как заводы начнут работать. Ну, вряд ли они сильно быстро раскрутятся. То есть, ну, от полутора до трёх лет будет передышка. А потом по-новой всё. Но только уже, возможно, во всём мире. Не только у нас. А и во всём мире. И тогда же сдадут Тайвань. Цельной картины пока нет. Но по-одному... Вот один из ритмов такой, который ощущается, это вот цикл 2 года. Типа мы 2 года сейчас вот при СВО тусуем. И, возможно, он закончится. Ну, это если вот он верен. Но есть и другие. Поэтому я точно не буду ничего говорить. Так как я не знаю и ванговать не люблю. Но мне хотелось бы верить, что вот этот 2-годичный цикл сменится на что-то другое. И не на какой-то новый трэш, а на какое-то улучшение хотелось бы. Я, в принципе, вот сейчас бы предложил обсудить тему, как вы будете отмечать завтра Новый год, если будете вообще проводить время, какие у вас планы. Вот что такое. То есть не на какие-то дальние там дистанции, а вот на вопросы такие годовые, социальные, семейные. Пока вы думаете, я вот зачитаю не сообщение, а донат от Татьяны. 2К она задонатила с покрытием комиссии. Благодарю, Татьяна, за поддержку эфира. Я завтра часть дня планирую провести с вами, со зрителями. И потом, наверное, за там кинопросмотром тоже. Ну, то есть без интернета уже пройдет вторая половина. А у вас как? Ну, раньше собирались с друзьями, сейчас друзья все разъехались, уже не с кем собираться. Поэтому никак. Буду дома. Я вот не знаю, как мне дойти до квартиры отца-супруги, потому что тут сейчас у нас завезли 300 военкомов. Это правда, кстати, или это нагоняется? Да, оказалось, правда. Они уже оберечивали прямо рядом с нами здесь. И, короче, завтра у меня квест. Дойти до Нового года и не уехать на войну. Может переодеться под военкома? В женщину? В женщину. Так, а уже ловили, знаешь, уже ловили на границе Украины людей, которые переоделись в попов. Они переоделись в батюшек и решили свалить. Вот тут спрашивают... А вот если форовины переоделись, то вы уехали бы спокойно. Ну да, да, вот у вас там, конечно, жесть-то, да. Особо не разгуляешься в плане какого-то чилла, да, и кайфа. Ну окей. Вот Павел пишет в чате. Купил приставку, эмулятор, сеги-дэнди. Буду сидеть, играть, реградировать. Тут пишет... Людей заменят роботами, и зачем лишние люди нужны. Причем здесь капитализм. Капитализм нужен был, когда заводы строились. Теперь заводы уже построены. Люди уже не нужны, по сути. Заводы, роботы могут строить роботов. 3D принтеры могут делать 3D принтеры. Четко. Все четко, Костя, пояснил. Филисию пишет, что Dark Souls 3 будет проходить. Новогодняя сказка. А я, пацаны, в деревню поеду. В Простоквашино. Клаборожаемым животным, которые разговаривают. У вас там снег есть? Ну конечно. Снег есть, все есть. Евреев нет, поэтому снег есть. А здесь евреи упродут обязательно. Поэтому в Снеге у нас... Обычные нет снега на Новый год, что там евреев много. Слушай, значит нам тоже завезли этих евреев, потому что у нас тоже снега нифига нет. Хоть тепло на улице. Ты в Одессе живешь, чувак. Ты живешь в Одессе, что ты мне рассказываешь. Евреевам завезли. Откуда там от Одессы, в Одессе снега не было, ты чё? Не, в Крыму даже 8 марта бывал снег. Так что снег может везде быть, но недолго. Кроме Одессы, да. Недолго полежит, потом разберут, ведь разнесут. В пакетах? По баночкам, да. Давайте подведем итоги какие-то за год. Кому что понравилось. Если вы не определитесь, как будете отмечать, придется завтра на стриме еще обсуждать. Кто что видел в этот год, что так сильно запомнилось прям вообще. Ну такие фильмы я, кстати, не видел. Чтобы мне прям сильно запомнилось. Вот что хотелось бы о нем рассказать. Ну я вчера Немона посмотрел. Мультсериал. Такой как фильм. И что интересно, весь мультсериал, там пропаганда гейства. Но даже не гейство. В общем интересно. Там пропаганда, что мы должны принять вообще все. Все, что не похоже на нас. Что мы стали толерантными. То есть чудиш даже принимали. Есть подозрение, что они так раскачивают уже не только на гомогеев, но и на какой-то сатанизм. И вообще какую-то дичь, что они в будущем планируют с людьми делать. То есть прям с детства детей прошивают, что они должны быть открыты всему вообще. То есть и чудовищем даже. Вот прям открытым текстом. Посмотрите. Ну в принципе мультфильм интересный. Называется Немона. Посмотрите, чуваки. Про прошивку на принятие всего чего угодно. Посмотрите, чуваки. Посмотрите. Обязательно прошейтесь. Вам полезно будет. Нет, вот с детьми я как раз не рекомендую. Я рекомендую нам, нашим посмотреть. Кто здесь в чате у нас находится и кто вообще слушается из ТОТБ. Осознанные люди, взрослые, они понимают, умеют фильтровать, где пропаганда, где нет. А сам мультик сделан довольно качественно. А кстати, кто-то смотрел еще Мисс Дэвис? Вот я только недавно посмотрел. Да, да, я же рекомендовал. Да, и что ты понял из сериала? В чем смысл это? Блин, они показали в принципе, что будет у нас, какой будет индивидуальный помощник. Как искусственный интеллект будет с нами взаимодействовать. Прямо вообще открытым текстом показали. Главное, что меня удивило, что там сама создательница была против своего творения. То есть как бы в этом плане повесточку не раскрывают. Ну знаешь, они же не должны были бы, не говорили бы прямым текстом, что вот мы хотим, чтобы вы все были такими полуроботами с искусственным интеллектом. Нет. Они это завуалировали, понимаешь? Они еще просовывают, типа, вот это хорошо, вот это плохо. Но на самом деле они уже все там так смешали, что в итоге человек, он не видит морали. Он видит, как вот в слове пацана дети видят, эстетику. Картинка ему нравится, и вот он ей прошивается. А выводы, какие он может сделать? Выводы, если они так все смешивают уже в кучу, в одну. Болтают ложкой людей в черепе, чтобы все помешать. Чтобы лишить человека морально-нравственных ориентиров, да? Бэтмена, ты не видел этот сериал, да? Тебе было бы интересно посмотреть, там как раз про Иисуса. Да. Да. Смотрим. Так вот. Давайте я вам зачитаю список новогодних фильмов, которые у меня есть к просмотру, да? По плану. Первая Марни. Не совсем новогодний, это в общем фильм Хичкока. Ну, он меня зацепил тем, что там вообще у него была актриса, любимая, которая, в общем-то, вошла в историю как каталон стиля. Это Грейс Келли. Она была из довольно богатого рода, а потом, после того, как стала суперзнаменитостью, еще и умудрилась стать принцессой Монте-Карло. В общем, у него нормально так карьерная лестница выстроилась, и она должна была сниматься в Марни, Хичкок ее звал, но она как бы уже обязательства выполняла околополитические и не смогла, вот, отказалась от этой роли, он позвал другую актрису и снял все-таки. Вот. И поэтому мне вот захотелось посмотреть. То есть, фильм из Грейс Келли я раньше смотрел, действительно, крутая актриса, прикольно все это эстетично, никакой этой местной вот этой повесточки, красивые женщины, сильные мужчины, вот все как надо. Наверное, повесточка там есть, но она под вот те годы. То есть, мы ее вообще не заметим, потому что наш год рождения, он гораздо позже, чем съемки эти голливудские того времени. Так что можно смотреть практически без опаски, да, в этом плане. Еще новогодний фильм «Сияние» Кубрика. Дальше, значит, «Love Actuality», это «Реальная любовь», кажется, так переводится. Там еще песенка такая с Билли Маком. Тоже вот все хотела посмотреть, поэтому скачал и уже приготовил. «Забавная мордашка» — это один из фильмов, он вроде бы мюзикл, поэтому я не знаю, может, я его смотреть и не буду, потому что не очень этот жанр вывожу. Но это тоже крутая актриса из тех еще времен. Значит, посмотреть, наверное, можно. «Смертельное оружие». Ну, просто в ленте листал, но, похоже, не буду смотреть, потому что он не закачался. Не получается приобрести на Творинте. Ну, ладно. Чисто из какого-то такого ностальгического эффекта, потому что смотреть там что-то вот, не знаю, «Рубокопа», «Гарри Поттера» или еще какие-то вот «Крепьярешек», это вроде как-то уже 200 раз пересмотрено. А тут хобо что-то «Смертельное оружие». Ну, вроде бы смотрел его в детстве, но уже довольно-таки давно и забыл прям о чем там. Но в целом актер хороший. А потом «Магазинчик за углом». Ну, вообще, не помню, что там, но 1942 года фильм, поэтому там будет что-то вот такое старинное. И, соответственно, с хорошей картинкой. «Незабываемый роман». О чем этот фильм, не знаю, не помню. Но 1957 года, поэтому тоже на очереди. «Семьянин» с Кейджем. Как-то по телеку крутили, но я не смотрел, поэтому вот сейчас что-то там около новогодних. А еще добрый семейный фильм с Кейджем «Знамения». Это сарказм там, да? Вообще, фильмы с Одри Хёбберн, да, вот нормально. Если вы не смотрели, то большая часть из них подойдет. «Римские каникулы» там и прочее. Но я вот уже их отсмотрел, поэтому забавная мордашка только осталась. Из нового могу посоветовать. «Бюро магических услуг» 23-го года. Фильм, он такой, ну, легкий, такой немножко как будто похож даже на Гарри Поттера. Качественно сделан. Странно, как его слабо оценили. Рейтинг у него невысокий, но при этом фильм очень качественный. Называется «Бюро магических услуг». Посмотрите. Пропаганды там нет фактически. У профа четко линия ретро-телок выстроена. С 40-х, 50-х. У профа «Вивьен Ли». «Вивьен Ли», как хороша в «Унесенных ветром». Вообще, как там прекрасно, показан старый юг. У меня еще одна есть линия. Это фильмы с эстетичной картинкой, более современные. Например, «Челкунчик» и «Четыре королевства». Кажется, так переводится. Конечно, он довольно детский, но там действительно визуал прикольный. И опять-таки, здесь уже поветочка будет присутствовать. В этом минус. В современных фильмах она практически во всех есть. «Серебряные коньки». 20-го года, возможно, российский фильм. По картинке мне понравилось. Я еще не видел, но вот раскадровка. «Рождественские хроники». «Замок к Рождеству». Там вроде бы жанр, если не ошибаюсь. И «Семены». Какое-то название. «Семены». Короче, какое-то ограбление от 17-го года. Возможно, там жанр «Но» снимается. А игрушка, старые французские. Там же ремейков еще понаделали. Это, наверное, семейное ограбление. Вот, семейное ограбление. Фильм 17-го года. Вот у этих фильмов хорошая именно визуальная часть. Посмотреть будет приятно. Но за сюжет я пока ничего не могу сказать, так как еще не видел. Только планирую. Вот у меня примерно такой план на ближайшие пару дней. Там Наполеон же вышел. Или там какие-то фантастические вкрапления есть. Ну что ж, все. Все. Вы больше ничего не хотите сказать по своим планам новогодним? Выжить, выжить. Желательно. Ладно. Я сейчас звонил Катшеринг. Поеду встречаться с инспектором. Это мои планы на Новый год. А у вас тоже салюты запретили или нет? Нет. Не знаю. Продают сегодня. Не штрафуют? Продают, по крайней мере. Кстати, надо бы запретить хотя бы ограничить в продаже и ограничить мощность фейерверков. Потому что... Хотя бы одной килотонной ограничить? Да. Забавы. Столько пальцев оторвано. Столько ожогов каждый год. Но мне просто травматологов жалко. Я не знаю, стоит ли оно того. Такой вот риск. Причем главное, что несколько лет в Москве в Новый год просто невозможно находиться, потому что у тебя все время несколько часов подряд над ухом канонада гремит. Несколько дней. Собаки боятся, это самое, прячутся. Ну, то есть, это напрягает. Нельзя как-то вот отдыхать культурно. Культурно, цивилизованно, интеллигентно. Надо обязательно шум поднять, гам, срань, выпустить вот эти вот скопившиеся эмоции. Не, я не против, что выпустить эмоции, но как-то спокойненько. Господа, я вас пока выкручу, чтобы обращаться со зрителями. Поэтому мы обсудим с вами еще некоторые вопросы. Вот. И... Ну, если вы хотите попрощаться со зрителями на сегодня, возможно, мы и увидимся там завтра, или поздно завтра. Попрощайте зрителей. И поминайте лихо. Все, все, ладно. Так, ну, пока прощаются. Ну, этот год у меня пролетел, я его практически не заметил, ничего хорошего за него сказать не могу. У меня ничего хорошего не произошло за этот год. Поэтому хвастаться нечем. даже вспомнить нечего, на самом деле. И даже это не только с войной связано, ну, вообще со всем. Ну, и понятно, общения у меня практически не было, но только так, удаленно, личного. Все разъехались, все уже не вернутся. поэтому, поэтому, собственно, надо или искать новых друзей, или самому куда-то валить. Ну, и совпадения. Опять же, те, которые, дурачки, которые рассказывают, что это была ответка, значит, за потопление российского корабля, не только потопление его и разорвало на куски, так как там было много взрывчатки, которую он привез. Подготовка занимает от месяца до двух к такой операции. Ну, минимум две недели. То есть, они не могли не знать, какой они дате готовят атаку рашисты на Украину. Ну, тут в данном случае на Украину, а не вы, Украин. Потому что бобежка Лондона 29 декабря 1940-го. И вот пока это самое мощное было по количеству ракет. И плюс дроны еще, чтобы ПВО переносить. Причем прилеты совершенно странные. совершенно разные места. можно там рассказывать, что это ПВО там, но там же не все ПВО повредило. Есть же огромные воронки, есть видео с огромными воронками, которые явно не от того, что ракету подбили. Тогда она потеряла целостность и развалилась. А то там же кинетический удар еще какой. Если она там со скоростью два маха летит, то там же яма в основном от кинетического удара, не только от взрыва. То есть, видно, когда ракета подбита, она просто падает в лесополосе, там небольшая ямка и обломки ракеты лежат. Или же огромная дыра, там 6 на 3 метра в глубину. Это понятно, что ракета целиком попала. Вот в Запорожье именно такие ямы. Два дома так снесло. Две человек убито в Запорожье. Всего 39 в Украине. То есть, эта атака готовилась именно к 29 числу, а к этому. То есть, ну, минимум две недели надо на подготовку. Поэтому они прекрасно знали, к чему готовились. Поэтому, ну, тут явная нумерология, то есть, ну, готовили к конкретной дате. Ну, тут тоже курьезная новость, так сказать. зарезали 90-летнего мужика, который является отцом представителя МВД, э, представителя РПЦ, пресс-секретарь Легоида. Вот, его отца зарезали. Причем, из Шторм-Зет, бывший Зе, который сбежал. А может, и не сбежал, может, его помиловали. А теперь просто рассказывают, что он беглый. Такое же тоже может быть, чтобы не привлекать внимания к этой ситуации. Ну, все, ограбил его, зарезал. А этот же отец подвозил его как ветерана. Ну, вот такие, значит, расистские ветераны. Ну, тут про либрацию Луны, это когда Луна двигается, и вроде как видно там ее на 59%. Мы можем лицезреть, как она изменяется. Но официально, да, я согласен. Если действительно проследить, то есть, надо эти конкретно заняться. Но это надо, чтобы ее каждый день не было видно. Мне так дом стоит, что не сильно мне Луну видно. А тут надо именно в поле куда-то выходить, чтобы постоянно Луна была видна. желательно там в частном секторе, тогда легче. Если особенно сверху от куда-то снимать. Поэтому с Луной проблемы есть. И мне именно снимать. Надо куда-то выходить. Дома мешают и так далее. А на крышу сейчас закрыли проход. Если будешь лазить, то могут и ментов вызвать. Такое. В общем, что Луна действительно очень сильно меняется. Не так, как она показана на Википедии или где-то. Что вот она так медленно каждый день, по чуть-чуть, нет, она действительно резко меняется. Поэтому есть вопросы именно к Луне. Ну и тут предложили опять же большая линза. Ну она дорого стоит. Я смотрел. Несколько штук баксов. Большая линза Френделя и значит сконцентрировать цвет. такой линза если солнечный свет сконцентрировать вообще там металл можно жечь без лазера. А лунный свет вот скинули видео там в комментариях. Ну просто он рукой поводил ничего не было. Ну и вроде как холода тоже особого не ощутил. Непонятно. Ну короче у меня есть линза Френдель надо попробовать. Ну у меня маленькая А4 размером. А ну и тоже совпадение такое что последний раз в Украине Рождество праздновали 25 декабря 1917 1917 года. Тоже в преддверии как бы войны. Ну вот тут уже идет. А в 18 году был введен Григорианский календарь. И на 7 января перенесли. Вот такое. Ну это к тому к циклам повторениям. Цикл. Но опять же мое лангавание неутешительное. Отменяем их планы и все дела. Но что на выборы президента США в следующем году 5 ноября или когда он там будет после них принят мирный план если вообще война не начнется третья мировая в этот момент как раз или просто США не развалятся. но если США развалятся значит Китай тогда все будет доминанта. Тут тоже уже как порешают кому что выгоднее. Но все-таки думаю нет не выгодно чтобы США прям развалились. Хотя шанс есть что они развалятся как раз из-за этого. Из-за внутренних противоречий. Так как внешне все-таки сложно на США напасть. Поэтому только изнутри это можно сделать. И после выбора в США значит придет или тетка или Трамп или кто-нибудь еще и предложит так сказать мирный план в кавычках и будет у нас татокопная война еще от полутора до трех лет. У меня ввиду Украине. Пока будут клепать оружие. А потом уже и третья подоспеет мировая скорее всего. И Тайвань сдадут. Потому что США строят у себя заводы массово электрические. электроники. И Тайвань сольют. И как раз слив Тайваня будет поводом для так сказать конфликта США и Китай. У России ресурс большой. Но за три года он тоже может кончиться. Учитывая что Россия управляется извне. То мы посмотрим. Вангование дело такое. Ну 21 декабря я ванговал. Ну наванговал. Что-то тогда произошло. но все-таки есть разница между вот таким событием как маршрутинг который по каким-то датам происходит на какие-то праздники каббалистические и более какими-то громадными событиями типа как подрыв Каховской ЭГЭС которое было на 66 недель 6 дней от начала. И значит это будет через год там 19 ноября по-моему 2024 что-то я смотрел там будет 99 недели и 9 дней или что-то такое. Надо будет вспомнить какие даты ставил. В общем пока переносится. вот модель купола плоской земли называется биосфера Монреалик Вебек вот так выглядит модель купола раньше покрыта была пленкой потом пожар был загорел но это четкая модель купола причем видите купол не такой что обрезанный до половины по экватору а еще ниже экватора то есть как один в один как строят планетария планетария тоже не чистый купол обычно строят почему-то вот такая штука 73 года а не 67 перепутал экспо 67 всемирной выставки в 67 году почему сейчас всемирной выставке не строят такие громадные сооружения как-то перестали как-то обмельчали выставки очень сильно а сейчас они вообще в онлайн перешли можно вообще ничего не строить но это фотка к тому что вначале воевали вместе праздновали в острове венгрии евреи с немцами а потом все через 20 лет уже груду резать начали так что все очень быстро меняется потому что меня тут спросили к чему это фото к этому к тому что вначале вместе праздновали а потом начиная другую резать но так пока пока все ну новости опять же обстрел запорожья обстрел этого белогор белгорода тоже непонятный какой-то ну там скорее всего все-таки российская по постаралась так как самообстрелы достаточно часто были особенно ракеты они же старые используют ракеты и мы тоже кстати старые ракеты пов они с 300 падают часто потому что у них срок годности уже давно прошел и там взрывы помощнее были чем беспилотник если прилетел такое ощущение что там целая серия ракет упала причем российских но они же конечно этого не признают нас же все время обвиняют про ПВО хотя конкретно есть ямы которые явно нет ПВО потому что есть разница 500 килограмм взрывчатки от калибра или чего-нибудь или 130 килограмм взрывчатки от С300 совершенно разные разрушения но тут удивляются как человеческие сперматозоиды нарушают третий закон ньютон на самом деле не нарушают просто они слишком мелкие там для воды свои законы уже как эти как их которые по воде бегают дальномерки или как их называют просто вода более плотная а тут наоборот удивляются как они так хвостиками крутят и вода им не мешает тоже вопрос ну значит достаточно мелкий хвостик если то значит легко мыхать ну тут опять же и решил математическую задачу которая не по силам людям ну опять же наоборот как раз задачи на дробление очень хорошо подходят для числа дробилок для и для а и обучают же на видеокартах а видеокарты как раз для этого и хорошо годятся так как полигоны делают поэтому он просто сделал свою обычную задачу там всякие по геометрии задачки как раз это их тема будет то что пелеман сделал теорему доказал он тоже подбором подбирал какие-то кусочки как сложить какую-то конструкцию из каких-то там мерности но вот тут то же самое поэтому как бы это именно та задача которая хорошо должна решаться поэтому чему удивляться ну этот корабль просто катапультировался с таким-то разлетом звук нельзя отключить это авторский будет ладно мощнейший взрыв ну перевозили лишь взрывчатку в общем за этот год ничего хорошего сказать не могу поэтому тут надо пережить следующий год надо его пережить чтобы все было хорошо все были живы и так далее отменяем планы глобалистов но посмотрим народ пока пока только основная тактика у народа бежать то есть видишь какие-то проблемы беги потому что бороться бороться надо вместе бороться вместе не получится потому что нету объединения если даже оно будет то потом начнется дележка и грязня внутри уже те кто объединился ну это как бы стандарт стандартная тема поэтому такое такое пока вера в человечество у меня не особо раньше было больше кстати раньше я думал что все-таки может как-то одет пока все по плану идет даже если у глобалистов несколько планов выберут другой если у них один не получится заранее ветки считают скорее всего возможности вероятности и так далее не все просто так спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал а то просмотра маловато спасибо за просмотра спасибо за просмотра